Программирование C 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 линукс они все написаны на языке си точно так же на языке си активно разрабатываются ядра операционных систем семейства microsoft windows которые вы видите как microsoft windows nt также именно этот язык был выбран и используется корпорацией ibm для разработки своих операционных систем в частности для системы zs который является современной реинкарнацией тех систем которые также создавались в славные 70-е и 80-е годы нельзя также оставить в стороне и инструментальные средства многие используемые вами и вашими коллегами инструменты такие как отладчик gdb текстовый редактор vim текстовый редактор g edit и многое многое иное написано на языке си на языке си плюс плюс который является его последователями которые мы также будем рассматривать в нашем видеокурсе либо на их смеси наконец нельзя обойти стороной проекты mail.ru которые также на сегодняшний день используют язык си частности многие элементы серверной части проекта почта mail.ru написаны на чистом языке си и этот код не только сопровождается поддерживается как унаследованный но и активно разрабатывается развивается на сегодня наконец очень интересный и по-хорошему удачный и успешный громкий амбициозный проект тарантул который родился как внутренняя in-memory база данных в компании mail.ru group но со временем перешагнул границы компании разработчика и на сегодня развивается и реализуется командой энтузиастов не только из москвы не только из россии но и со всего мира если говорить о формальном успехе языка си то следует обратиться к индексу теобе который на протяжении многих лет является уважаемым авторитетным индикатором мерилом успешности того или иного языка программирования данный индекс назван по названию компании консалтинговой компании компании разработчика инструментальных средств которая ввела и поддерживает данный индекс он вычисляется не только и не столько на основании объемов кодовой базы которые довольно часто сложно оценить вычислить определить но и на основании того какое количество авторитетных конференций проходит по данному языку программирования сколько публикаций книг статей блогов ведется посвященных данному языку какое количество вакансий размещают работодатели в северной америке в европе и по всему миру которые предполагают знания и активное использование данного языка программирования так вот на протяжении многих лет с момента создания данного индекса язык си прочно удерживает первую вторую позицию соревнуясь с языком джава частности на момент когда мы записываем наш видеокурс в августе 2015 года язык си уступил решительному натиску языка джава и сейчас занимает второе место тем не менее на протяжении многих последних лет он был бесспорным лидером данного индекса и с учетом того насколько активным является развитие самого языка си языка си плюс плюс язык джава также относятся к числу си подобных языков мы можем говорить о том что знание которое вы получите в нашем видеокурсе не останутся невостребованными в любом случае особенностью нашего видеокурса является то что мы предполагаем знание о нашей аудитории базовых элементов языка си иными словами мы надеемся что вы уже имеете определенный багаж определенный опыт в области программирования пусть даже самых небольших учебных задач на языке си как на языке высокого уровня как на языке процедурного программирования вы владеете основными конструкциями и готовы двигаться дальше первым вопросом который мы рассмотрим в рамках нашего видео курса и в рамках первой лекции данного курса является вопрос управления оперативной памятью казалось бы какое отношение вопросы управления оперативной памятью имеют к самому языку но дело в том что это вопрос прагматики вопрос практического использования языка недаром язык си будучи языком высокого уровня часто называют языком среднего уровня поскольку он будучи более абстрактен чем языки ассемблеров различных микроконтроллеров процессоров и так далее позволяет делать с ресурсами системными ресурсами с оборудованием многое такое чего не позволяют более абстрактные в частности объектно ориентированные языки языки функционального программирования и и же с ними эффективное управление оперативной памятью это вопрос рационального использования ресурсов того вычислительного узла той системы с которой вам довелось работать поэтому первое что мы с вами рассмотрим это классы памяти в языке си это правило и принципы выделения освобождения памяти правило работает с кэш памятью микропроцессора вопросы эффективной работы с памятью стали возникать достаточно давно тогда когда в силу эволюции персональных в м серверов центральный процессор стал обгонять системную шину по своей тактовой частоте иными словами процессор научился работать быстрее и манипулировать данными с большей скоростью чем их могла поставлять системная шина чем они могли подкачиваться из оперативной памяти но об этом мы поговорим тогда когда дело дойдет до процессорных кэшей а пока обратимся вопросу о классах памяти в языке си поговорим о том зачем полезно знать об их существовании и как использовать эту информацию модели управления оперативной памятью или памятью процесса памятью потока которая предлагает язык си определяются так называемыми классами памяти достаточно важное понятие которому мы посвятим значительную часть нашей первой лекции класс памяти в свою очередь связан с тремя подчиненными но очень важными и для классов памяти и для языка си в целом фундаментальными понятиями понятие области видимости понятие связывания и понятие времени жизни времени жизни чего в первую очередь говорят о переменных и константах константы как мы прекрасно знаем не допускают модификацию во время исполнения программы переменные допускают такую такую модификацию для того чтобы объединить переменные и константы мы можем ввести обобщающее понятие объектов хранения объекты хранения это не код это любые данные как допускающие так и не допускающие модификацию в ходе вычислительного процесса то что может являться как переменными как локальными переменными так и глобальными переменными так и константами будь они глобальными либо локальными понятие времени жизни является достаточно очевидным и онтологически представляет собой период времени в течение которого наш объект хранения существует в оперативной памяти у него есть адрес у него есть текущее значение и к этому объекту можно обращаться либо по его имени идентификатору либо посредством адреса понятие связывания является чуть более сложным к сожалению о нем не так много говорят как наверное следовало бы его мы рассмотрим чуть позднее а теперь обратимся к понятию области видимости понятие области видимости определяет тот фрагмент исходного кода либо те фрагменты исходного кода участки кода из которых мы можем обращаться к соответствующему объекту хранения по его имени в языке си существует три области видимости три вида областей видимости переменных и констант первое самое распространенное это блок блок это участок кода который ограничен и это является одним из формальных признаков по которым блок можно идентифицировать парой фигурных скобок между парой фигурных скобок как правило размещается тело функции любой код который мы пишем на языке си как на языке процедурного программирования пишется внутри функций кода вне функций не существует как не существует и вложенных функций функций внутри функций еще одним примером блока является составной оператор который появляется в коде тогда когда у нас возникает потребность оформить код таким образом чтобы несколько следующих друг за другом операторов два или более хотя точно так же можно относиться и к одному оператору должны выполняться как единое целое в частности составные операторы можно встретить внутри циклов тело цикла может быть представлено составным оператором или внутри соответствующих ветвей оператора ветвления оператора и в в таком случае мы не задумываясь пишем пару фигурных скобок и тем сам не явно создаем блок еще одним важным примером блока являются заголовки функций как известно именно в заголовках функций у нас впервые с точки зрения компилятора упоминаются имена формальных параметров этих функций то есть те имена которые безусловно должны быть известны на протяжении всей функций и обозначать те объекты хранения которые принимаются как управляющие воздействия для соответствующей функции на правах близких к заголовкам функций в языке си существуют и заголовки циклов а поскольку заголовок цикла это самостоятельный блок составной оператор который входит в состав цикла это самостоятельный блок то легко догадаться что блоки могут вкладываться один в другой по принципу матрешки в таком случае блок который является внутренним является участком кода из которого мы видим как имена определенные в нем самом так и во всех объемлющих его блоках по этому принципу строится одно из основных правил определения области видимости в языке си если же мы посмотрим вне функции то обнаружим там еще одну область видимости которая называется файл объекты определенные на уровне файла мы как правило называем глобальными это глобальные переменные или глобальные константы использовать глобальные константы правильно поскольку они чаще всего выступают в роли неких конфигурирующих параметров определяющих логику поведение настройки данного файла либо всей программной системы использовать глобальные переменные не так здорово поскольку через них передаваемая информация менее подконтрольно и такую программу в которой связь функций происходит через глобальные переменные как правило сложнее отлаживать но тем не менее и глобальные константы и глобальные переменные имеют право на существование все они существуют в области видимости файл будучи определенными на своей строке и видимыми вплоть до конца файла наконец еще одна область видимости о которой подчас забывают но которая также существует в языке си это прототип функции прототип функции не стоит смешивать с заголовком функции поскольку заголовок функции содержащий имя функции тип возвращаемого значения и образующий определенную сигнатуру этой функции начинает так называемое определение функции содержащие ее тело и в этом смысле не является определением его корректно было бы отнести к описаниям он является своеобразным обещанием компилятору что далее по коду мы напишем а компилятор в свою очередь обнаружит функцию с соответствующим именем принимающие параметры соответствующих типов обратите внимание что я сказал принимающих параметры соответствующих типов но не типов и имен поскольку имена параметров внутри заголовка функции могут отличаться от имен параметров в прототипе функции этим фактом можно пользоваться для того чтобы вводить прототип и саму функцию то есть заголовок функции с разными именами формальных параметров но так чаще всего не поступают прием который используется в практике промышленной разработки заключается в том чтобы использовать осмысленные удобные для программирования имена формальных параметров в заголовке функции и просто напросто опускать имена параметров делая их безымянными или анонимными в прототипе функции и так мы определили что класс памяти это комбинация времени жизни объекта хранения типа связывания объекта хранения и его области видимости какие же комбинации разрешены и существуют в языке C язык C знает пять классов памяти иногда под шестым классом памяти понимают использование указателей которые предполагают косвенную адресацию объектов хранения которые как правило создаются динамически находятся в программной куче не имеют своего имени и уничтожаются тогда когда в них отпадает необходимость причем это уничтожение происходит явно обратимся к нашей таблице первый класс памяти который наверняка вам известен и соответствующий термин вы наверняка слышали это автоматический класс памяти переменные которые относятся к этому классу памяти называются автоматическими переменными давным-давно на заре языка C для того чтобы отличить автоматические переменные в исходный код внедрялся специальный маркер ключевое слово auto но сегодня это слово вернулось к нам вернулось через язык C++ где оно имеет совершенно иной смысл поэтому писать auto при автоматических переменах сегодня мы вам не рекомендуем тем не менее работа программиста это не только написание нового кода но и довольно часто чтение старого чтение унаследованного кода кода который был написан 2, 3, а то и десятки лет назад поэтому не упомянуть о таком значении слова auto мы тем не менее не можем что касается места определения автоматических переменных то они встречаются внутри функций они встречаются внутри циклов иными словами внутри любых блоков вне блоков глобальных автоматических переменных не существует по этой причине к таким переменным неприменимо понятие связывания поэтому разговор о связывании мы продолжим чуть чуть позднее а сейчас обратимся к следующему классу памяти рассмотрев автоматический класс мы перейдем к классу регистровых переменных регистровые переменные являются своеобразным подмножеством автоматических переменных которые при всем том что они определяются внутри блоков для них не характерно понятие связывания и время их жизни определяется тем что они располагаются внутри блоков они физически размещаются на регистрах процессора идея которая стоит за появлением и использованием в языке регистрового класса памяти заключается в том чтобы помогать подсказывать процессору в каких ситуациях переменные следует размещать на регистрах центрального процессора но к сожалению человеку свойственно ошибаться компиляторы которые нас поддерживают сегодня в нашей деятельности разрабатываются на протяжении многих многих лет даже иногда десятилетий поэтому такую работу по выбору места размещения объекта хранения оперативная память или регистр процессора максимально близко к вычислительному ядру сегодня лучше делегировать компилятору тем не менее регистровый класс существовал и существует сегодня имеется специальное ключевое слово register которое обозначает наше предписание или нашу рекомендацию компилятору разместить переменную на регистрах процессора и по отношению к этим переменным существуют специальные правила игры которые мы обсудим немного позднее следующие остальные классы памяти являются классами памяти со статической продолжительностью жизни объектов хранения это означает что такие константы или переменные создаются в момент запуска процесса и уничтожаются в момент завершения процесса обратите внимание на то что комбинаций статического хранения или статической продолжительности жизни существует достаточно много есть статические объекты без связывания они определяются внутри блоков например внутри функций классический пример такой переменной это переменная которая отвечает за подсчет количество вызовов функций в начале работы программы при запуске процесса она автоматически приобретает нулевое значение и далее принудительно может инкрементироваться увеличиваться для того чтобы посчитать сколько раз мы обратились к конкретной функции помимо таких статических переменных да и констант которые располагаются внутри блоков могут существовать статические объекты хранения уровня файла статические объекты хранения уровня файла могут быть видны как в самом этом файле и только в нем так и в самом этом файле и других файлах многофайлового проекта именно здесь мы возвращаемся к понятию типа связывания linkage существует два типа связывания объектов хранения внешнее связывание и внутреннее связывание как легко догадаться по соответствующим понятиям внешнее связывание характеризует переменные и константы которые видны во всем многофайловом проекте а внутреннее связывание характеризует те объекты хранения которые видны только в своем конкретном файле обратите внимание что и здесь нам помогает слово статик помогает но не совсем в языке c как и в языке c++ это слово чересчур перегружено поэтому встретив слово статик в исходном коде программы мы должны задать себе несколько вопросов видим ли мы его при объекте хранения вне функции или внутри функции и именно это в частности определяет тип связывания с которым мы имеем дело как бы то ни было язык c имеет пять классов памяти и мы с вами их рассмотрели говоря о размещении переменных на регистрах процессора необходимо подчеркнуть что современные компиляторы не воспринимают ключевое слово register как обязанность исполнить требования программиста утверждение содержащиеся в этом ключевом слове для современного компилятора является рекомендацией исходящей от нас но не руководством к действию более того многие компиляторы способны выдавать предупреждение о том что соответствующая рекомендация не может быть исполнена что же касается самой практики применения этого ключевого слова и практики использования объектов с регистровым классом памяти необходимо сказать что эта территория давно и успешно занята компиляторами пытаться обыграть их на их же территории сегодня идея практически безрезультатная компиляторы уровня GCC разрабатываются с 80-х годов и очевидно что их интеллекта вполне достаточно для того чтобы составить карту объектов памяти составить карту регистров процессора соотнести их между собой и выбрать наиболее оптимальный план исполнения в части размещения объектов хранения на регистрах процессора Наконец для регистровых переменных недопустима операция взятия адреса операция которая обозначается в языке си знаком амперсант что с одной стороны может быть небольшим неудобством а с другой стороны существенно ограничивает наши собственные возможности как программистов поэтому о существовании регистрового класса памяти крайне желательно знать но не использовать такие переменные в явном виде неудобства которые предоставлены нам стандартной библиотекой и предназначены для написания не только эффективных но и переносимых программ переносимость это атрибут качества это архитектурная категория однако уже начиная с первых шагов первой лекции мы будем стараться писать не только эффективные но и с точки зрения программной архитектуры качественные программы в том числе переносимые переносимость исходного кода с одной платформы на другую обеспечивается различными путями и определяется многими факторами один из таких факторов использование так называемых неясных или переносимых типов одним из таких переносимых типов является тип size t тип имеет результат операции size of которая как вам наверняка известно используется для того чтобы узнать какой объем памяти процесса выделен под конкретный объект хранения будь то переменная или константа этот размер выражен в байтах байт как мы прекрасно знаем минимальная адресуемая единица оперативной памяти однако использовать под результат выражение построенного на операции size of целый тип скажем тип int было бы не совсем верно почему ведь размер в байтах это целое число причем целое не отрицательное значение дело в том что на различных платформах размер объектов хранения одного и того же типа может быть разной и наша задача подчеркнуть что мы работаем не просто с целым типом мы работаем не просто с целым беззнаковым типом например unsigned int а мы работаем с объектом смысловая нагрузка которого заключается в том что это размер чего-либо в байтах да безусловно если мы обратимся к исходному коду самой стандартной библиотеки возьмем конкретную программную платформу например linux то мы обнаружим что тип size t является всего лишь синонимом который разрешается в тот или иной базовый тип с высокой долей вероятности можно говорить о том что это тип unsigned int однако одно дело это физическая природа объекта данных а другое дело его семантика для того чтобы отделить физическую структуру структуру хранения от семантики объекта мы вводим так называемый переносимый тип size t что касается архитектурной точки зрения то необходимо подчеркнуть также и то что использование типа size t обеспечивает нас гарантией со стороны стандартной библиотеки в отношении того что на любой программной платформе даже если мы представим себе такую экзотическую платформу в которой size t будет разрешаться в длинный целый тип то есть в тип long наш код будет работать корректно независимо от того какой в действительности тип данных возвращает операция size of на конкретной платформе в этом пример реализации принципа переносимости исходного кода пример еще одного переносимого типа также предоставляемого нам библиотека языка c является тип который соответствует результату вычитания указателей указатели как представители так называемого 6 класса памяти обеспечивают нас определенной арифметикой enroll различные операции начиная от операции разыменования взятие адреса самого указателя с построением кратного указателя скажем двойного указателя так и операции сравнения операции сравнения на равенство на неравенство ну и наконец более сложные но не менее полезные операции сложения с целом и вычитание указателей друг из друга результат Дат вычитания указателей это расстояние, которое отделяет два адреса оперативной памяти и выражено не в байтах, а в количестве единиц хранения, соответствующих базовому типу данного указателя. Если говоря об указателе типа Т звездочка, мы понимаем под Т звездочка тип самого указателя, то базовым для него является тип Т, то есть тот тип, который имеют объекты, адресуемые этим указателем при разыменовании самого указателя. Так вот, разность двух указателей типа Т звездочка выражается в количестве единиц хранения типа Т, которые можно разместить на участке оперативной памяти между этими двумя указателями. Операция вычитания является одной из самых сложных и имеющих непосредственное отношение к написанию переносимого кода операций, входящих в арифметику указателей. Тем не менее, арифметика указателей достаточно разнообразна, она представлена перед вами и включает в себя несколько различных операций с различными свойствами. В частности, сложение указателя и числа является коммутативным, то есть прибавить к указателю число 2 это то же самое, что прибавить к числу 2 указатель. Тем самым мы получаем адрес, который будет смещен вправо, то есть в сторону больших адресов оперативной памяти от базового адреса и смещен он будет на два размера объекта Т, то есть на два значения, которые могла бы вернуть нам операция SizeOfT, будучи применена к соответствующему базовому для указателя типу данных. Использование арифметики указателей и умение работать с арифметикой указателей является одним из признаков профессионального мастерства программиста на языке C, но также имеет и пути для дальнейшего повторного использования. Потому что известные в языке C++ входящие в стандартную библиотеку классы, шаблоны классов, объединенные в библиотеку STL, также имеют обобщенные указатели, которые называются итераторами. Речь о них пойдет в второй части нашего курса, но тем не менее арифметика итераторов очень близка к арифметике указателей, их точно так же можно складывать, вычитать, сравнивать, разименовывать, брать их адреса и так далее. Поэтому уметь использовать арифметику указателей в языке C, да и в C++ очень важно. Продолжение следует...